В воскресенье публику заинтересовали кадры дедушки Вовы, который как минимум в двух экземплярах присутствовал на дне их флота. Он торжественно ездил на своем бронированном роце, плавал и даже погружался, одновременно меняя габариты своего тела в районе пуза, и даже сами россияне, глядя на этот цирк, с надеждой вопрошают, когда же он пересядет на лафет пушки. Думаю, что вопрос останется открытым, поскольку все путины сразу не помрут и всегда найдется запасной. Если же кончатся запасные, то всегда можно выдать на гора надувного Путина, ну или нарядить в него их робота Васю. Думаю, что если россияне в своей подавляющей массе до сих пор не различили подмены, то если у надувного Путина не вылетит пробка из хорошо известного места, и он с характерным звуком старческого метеоризма не скроется в облаках, они никогда так не догадаются, что он был надувной. Но засиделся не только он. Сосед Московии, а заодно и наш сосед, Сашка Лукашенко, уверенной походкой, не вынимая клюшки, движется по тропе старческой деменции. Иногда кажется, что если взрослый и состоятельный мужчина начинает зачесывать волосы сбоку на лысину, то это как раз она, деменция. В самом деле, представим Лукашенко, ну или Путина, только что вышедшими из душа. Пускай там уже они укутаются полотенцем, чтобы не пугать публику громадными причинными местами. Ведь они ведут себя так, будто мозга у них килограммов на пять больше, чем у простых смертных. Ну а причинное место? В общем, выходят они из душа, и цирюльник еще не успел изобразить на их голове деменциальную хлобуду. И вот в этом случае обнаружится лысый пердун, с одной стороны головы которого свисает длинная полоса волос, которую потом зачешут на лысину и закрепят гелями и лаками. И вот просто интересно, когда в таком виде они смотрят на себя в зеркало, они не чувствуют, что кукушечка навсегда покинула их? Но похоже на то, что их население проявляет известный эффект массовой психологии людей, у которых десятилетиями не меняется правитель. Они постоянно и параллельно с этим человеком выживают из ума и воспринимают окружающую реальность глазами пациента, все глубже уходящего в маразм. На минувшей неделе Лукашенко подписал изменения к Трудовому кодексу, которые, по сути своей, возвращают в Беларусь крепостное право. Теперь работники не имеют права увольняться с работы по собственному желанию. Почему? Да потому что старый маразматик решил, что это лишнее право, и его рабы должны быть рабами, а не имитацией свободных людей. Его эта имитация уже изрядно утомила, и он расставил точки над «и». Но публика сглотнула это и пошла дальше. Лукашенко искренне верит, что сделал все правильно, вот и люди довольны. Теперь Александру Нероновичу кто-то подсказал бы, что у Плебса надо бы на паспорта отнять. Мало ли что удумают. А ездить за границу – это вообще срамота одна. Ну и чтоб порядок был незыблемым, вести нужно комендантский час. Все равно ведь никто даже не пикнет. Субтитры создавал DimaTorzok